Субтитры сделал DimaTorzok Так что, в принципе, присаживайтесь по-другому, ставьте чайочек, кофеочек, будем разговаривать, лампить, не забывайте про колокольчик, приглашать друзей, я проверю настройки, всем приятного просмотра, мы, в принципе, сейчас начнём. Так, вовесь экран, автопропуск выключить, ну что, погнали? Окей. Глава первая У меня что-то приснилось, но я не могу вспомнить, что именно. Всё вылетело из головы со звонком будильника. Давно такого не было. Слишком уж долго я проживала в своём мерке. Нашло время проснуться. Вау. Красивая рисовка. Чем же можно заняться в поезде? Разве что сидеть в телефоне, да? Ну или осмотреться вокруг. Серьёзно? Она спит? Неплохо. А кто ещё? Как можно потеряться в городе? Должно быть, едет на работу. Ммм, да. Суэта, бытовушка. Погнали дальше. Элиза. При поддержке Скантха. Непривычное зрелище. Что ж, мне нужно делать? Может отметиться на стойке регистрации? Да, хз. Где тебе, в принципе, нужно отметиться? Так, сделаю, пожалуй, тут скрим. Женщина, с которой винилась на совещание. Это, ну, типа, устраиваться на работу будет, да? Вы Эвелин, так ведь? Вы меня помните? Это впечатляет. На той встрече было очень много народа. Конечно. Я делала это за время, так что я очень хорошо вставляю имена в линии. Конечно, я занимаюсь этим далеко не первый день, так что я хорошо запоминаю имена Эликса. Неа, как лень все это читать. Ее зовут Рэй. Окей. Окей. Работа не в проворот. О, это очень много работ. Ну да. Но это дело временное. Мы быстро развиваемся, поэтому не успеваем нанять необходимый персонал. Это означает, что есть хорошая возможность для развивания здесь, если это что-то, что ты хочешь сделать. Вряд ли напрямую к сведению, да? Вряд ли напрямую к сведению. Давай. Ну? Люди. Это заметно. 100 клиентов в день. Это же до хера. И желающих меньше не становится. Так. Почта. Елен, возвращайся скорее. Трудоустройство. Окей. Кто такая еще? Ладно. У нас начаться не за своим здоровьем. Спам. Я к спаму не очень отношусь с этими бонусами. Вообще пиздец. Это как? Вы обязательно должны купить у нас коробку конфет. Или как скидки в магазинах, блять. И Лиза. Я вам объясню, что такое Лиза. Офис с двадцати четырьмя клиентами для сеансов плохо окажется на дружелюбной атмосфере. Ну да. Ну это да, чем как к кофейне, да. Логично. Для сеансов. Посмотрим. На вашем телефоне. Давай. Как обычно, правила, инструкции, бла-бла-бла, тополя. Кажется, все ясно. Прекрасно. Ну погнали. Каких? Понятно. Ну это понятно, она все-таки работа не будет. Да, я понимаю. Я понимаю, мать твою. У вас одежда подходящая, без изысканно, в принципе, подойдет. Вы видели, в чем иногда сюда приходят. Проверяй. Так. Ммм, да, похоже, все готово. Первый сеанс роли прокси и Лизы? Ну давай. Конечно. Просто следуйте сценарию. Весьма впечатляющая система. Угу. Система иногда дает сбои, ребята. Консультационный офис? Так, подожди. Консультационный офис. Это где? Подожди. Элиза. Хуиза. Почти как без сюрприза, да? Скорее весна, на-на-на-на-на-на, так плачет весна. Кто написал? Так, важно... Ага. Нарушения этих принципов могут послужить причиной даже увольнения. Ясно, понятно. Так, добро пожаловать. Понятно. Быстро растущий сервис. Окей. Всё? И чё тут осматривать? Кофе. Элизу. Что-то осматривать, блядь, почти нечего. Ну, ебало, блядь. Пора начинать. Кабинет психотерапевта. Ну, короче, смотрите, в чём смысл, ребят. Короче, она садится. Садится напротив клиент. Но не она психотерапевт, а Элиза. То есть, получается, мы просто контролируем процесс. Элиза нам даёт выбор ответа. Мы отвечаем. То есть, получается, у нас как будто вшитый чип. Мы отвечаем клиенту. У клиента там психически определённое состояние. Короче, мы робо-психотерапевт. Под названием Элиза. Мы должны всем помогать. Короче, так. Так. Бла-бла-бла. Бытовуха. Суета. Ну, да. Будущее прошло мимо меня. Welcome to Элиза. Версия 10. Гарнитура активируется. Мне это что-то напоминает шлем какого-то Крайзиса. Ну, ладно. Зато прикольно выглядит. Здравствуйте, Даррен. Здравствуйте, Даррен. Здравствуйте, Даррен. Вы нашли место, в порядке? Мы добрались без проблем? Да. Угу. Круто. Надеюсь, что вы не попали под дождь. Нет, все хорошо. Нет, все хорошо. Последнее время дожди участились? Это было много дождя, не так ли? Эээ, мне отвечают. Хотя обещают, что сегодня погода еще прояснится. Это должно быть позже сегодня. О, эээ, это хорошо. Ну, это типа хорошо. Немного солнца. Иногда. Что привело вас сюда? Даррен, что ты сюда пришел? Ну, ээээ... Вээээ... Вээээ... Он чувствует себя пустошеным. Как будто чего-то не хватает. Я иду на работу, работаю, домой, внутри пустота. Будто я симулированный, не человек. Ну, типа, вы поняли. Словно я пустой, неживой вовсе. Будто я призрак. Давно вы так себя? Очень давно. Обычно накатывают, отпускают, но последние две недели все совсем плохо. Я внезапно осознал, как дела обстоят в этом дерьмовом мире. Нет будущего, нет стремления. Ну да, типа, все плывет. Мы жестокие друг к другу без всякой на то причины. А тем, кто заправляет, нет никакого дела на других, и мы ничего не сможем с этим сделать. Все движимы жадностью, жадностью. Все хотят быть победителями, все хотят разбогатеть, и из-за этого мы все обречены на погибель. Вред, который мы наносим нашей планете, не обратим. Мы уничтожаем все вокруг, и даже остановиться не в силах. Вы можете вспомнить, что привело тебя к этим чувствам? Состояние нашего мира, вот что вызывает эти чувства. Ну, по факту, по факту. Как-то я решил прогуляться, думал, что эти все мысли выветрятся. И куда бы я ни смотрел, везде стояли строительные краны, новые стройки, на каждом шагу тонны денег вылетают в трубы, уродуя, искажая все. Внезапно весь город начал казаться испорченным, отвратительным. Я чувствовал себя пришельцем во враждебном мире, мире, который меня ненавидит. И ведь мы это строим, мы строим этот ад. Это наш выбор, строить его прямо тут, так что... Так что в чем смысл? Хм... Что, поди, я вашу систему своими мыслями перегрузил? Это ваше хваленое машинное обучение? Так, ребятки, сейчас я подойду. Я надеюсь, игра не станет реагировать, если я... Сделаю вот так. Очень надеюсь, что не станет. Ну, чтобы какой-то фон был. Сейчас я подойду. Сейчас я подойду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И как на вас влияют мысли об увольнении? Продолжение следует... Там работают умные, мотивированные ребята с великолепной, многообещающей карьерой, прекрасные, успешные люди Мы переехали в шикарное новое здание, дорогое место, приличные рестораны, бары Все прекрасно... Все прекрасно, а я чувствую себя хуже некуда Вы сказали, что считаете, будто ваши коллеги счастливы? Вы сказали, что считаете, что ваши коллеги счастливы? Да... На порядок счастливее меня... У них дела стоят куда лучше, чем у меня... Ого, как атмосфера-то поменялась Почему ты так считаешь? Потому что их не волнует то, что волнует меня Они видят, что творится с этим миром И просто скидывают друг другу мемы Посмеются и идут работать дальше Ну да, современный, сука, мир Типа, человека сбили, все-таки Пересылают репост Смотри, человека сбили, ха-ха Пиздец смешно Они не осознают весь ужас ситуации Они все еще стремятся осуществить свои мечты Мечты Они все еще счастливы Они получают повышения, влюбляются, женятся, путешествуют по своим Швециям до Япониям Они пользуются в социальных сетях огромные горы, дорогую еду А ты бы был сейчас, если бы у тебя было примерно так? Я не знаю, у меня этого нет У меня нет такого, что делало бы меня счастливым Чувак, не психуй Я хочу все, что мне нужно, так это понять Почему? Почему? Почему это все происходит? Почему я здесь? А, именно здесь, в мире, да? Должна быть какая-то же причина Ведь если ее нет, то зачем я существую? Для чего? Эта боль, она накапливается, словно снежный ком В чем, блядь, смысл? Если у меня какой-то смысл, надеяться на что-то Посмотрите на этот мир серьезно Вот посмотрите, и смотря мне в глаза Скажите, что этот смысл есть Окей, Даррен, давайте кое-что попробуем Представьте, что вашей жизнью с тебя стало лучше Каково это? А он представит, нет? Каково это? Я без понятия Словно я знаю, что что-то имеет смысл Хоть какое-то Но ведь все, что я делаю, не имеет значения Все бессмысленно перед лицом человеческого безразличия, мать твою Этого ебаного абсурда Вам что-то еще приходит на ум? Например Я бы хотел разговаривать с людьми По-настоящему разговаривать, чтобы разговор был осмысленным Ну, кстати, да, по-настоящему, типа, знаете Общаясь с человеком, и не важно каким В реале Я сейчас не проигру И реально люди не хотят общаться, как они общаются Они общаются как-то Иногда лицемерно, иногда хитро, иногда не так, как нужно Хочется простоты И осмысленности Ну, как бы Душа в душу, короче Ну, я так считаю Ну, лично я Так что Пишите в комментариях, если согласны с моим Мнением Не придерживаться моего мнения А согласны с моим мнением Так Вот, например, сейчас бы я хотел поговорить с вами С вами как с человеком Ага, она через Элиза с ним разговаривает Дааа Но я не могу, вы всего лишь читаете ёбаный сценарий Вам нельзя говорить что-то от себя Слушайте, я знаю, как у вас всё устроено Какой проинформированный пиздюк Просто куча искусственного интеллекта Машинного обучения Или как там вы всю эту хуйню называете Господи Я в полном отчаянии Даже с настоящим человеком, сука Поговорить не могу Как же я до этого докатился Мда Бедный чувак Так, сосредоточьтесь Я не смогу вам помочь Если вы неспокойны Ну вообще да Он и ебальник за это не набьёт, блядь Нет, нет, нет Я закончил Я не должен быть Это меня не поверен Нет, нет Хватит с меня Не стоило мне, блядь, приходить Мне от этого только хуже Почему вы не можете, блядь, просто поговорить со мной? Именно вы, человек Я не хочу говорить с ёбаной машиной, блядь Человек, что сидит передо мной Я хочу, чтобы она что-то сказала Я хочу, чтобы именно она сказала хоть что-нибудь Пожалуйста, блядь Что угодно, что угодно Пожалуйста Пожалуйста Ебать, тут озвучка охуенная Пиздец Ебать, Элиза сейчас это сымитирует? Ладно, здравствуйте, Даррен Это правда вы? Вот я охуею, если это не её выборы Да, это я Вы сейчас не считаете сценарий? Стоп, скажите что-нибудь странное Что может сказать только человек Даррен, если будет Элиза выключена слишком долго У меня будут проблемы Ааа, она реально выключила? Я понимаю, просто Моё настоящее имя Эвелин Правда? Ну, приятно познакомиться, Эвелин Я не ожидал, что вы это сделаете ради меня Я не привык к тому, что кто-то делает что-либо ради меня Ааа, нет, у меня есть для вас парочку рекомендаций Что, снова программа заговорила? Во-первых, я перешлю вам список дыхательных упражнений Делайте опыт упражнения, когда думаете, что вот-вот сорвётесь Вы найдёте их в приложении Скандха Здоровья на своём телефоне Во-вторых, рекомендую попросить вашего доктора выслать анексофин Согласно моему анализу, это лекарство должно вам помочь Эвелин, красивое имя у тебя Я, простите, спасибо Её не запалят? Ааа, пожалуйста, подтвердите, что вам ясны рекомендации Так Да-да, всё ясно, спасибо Спасибо, Дэрин Буду вас ждать снова Да-да, я приду обязательно, ага Спасибо вам за беседу с Элизой, вашим персональным психотерапевтом Спасибо, что ты говоришь с Элизой, вашим персональным психотерапевтом Да, вот оно, блядь, ребятки, и будущее До свидания До свидания До свидания Да До свидания Пока Хм, второй левак Дааа, ну и ну Ну что, как всё прошло? Я не знаю Я не знаю А что случилось? Погоди, проверю запись Она Вы прослушиваете сеанс, а так можно? У меня есть разрешение Это услуга новая И мы должны всё просматривать В программе могут быть баги Так что надо их выявлять Мы относимся к этому очень серьёзно Офигеть Короче, мониторинг идёт Чтобы никакая хуйня не произошла Ни со стороны Эвелин Ни со стороны Элизы Охереть Весело Из этих? А, люди, требующие разговора с настоящим человеком Настолько часто, что мы внедрили в Элизу особый сценарий Который помогает при таком раскладе событий Хорошо знать, что всё работает так, как задумывалось Хитро придумано Я бы до такого не додумалась Думаете, с ним будет всё в порядке? Мне показалось, что он несчастен Кто знает Кто знает Остается надеяться, что он пойдёт за рецептом Будет принимать лекарства и приходить на следующие встречи, но... Это сложно Мы не можем заставить их принимать лекарства или приходить на значенное время Мы можем лишь советовать И говорить, что обязательно следовали назначенному курсу Конечно, в итоге они сами решают, следовать им или нет Досадно, жаль, у нас нет рычагов давления Если бы мы могли отслеживать, следуют ли люди нашим указаниям Мы бы помогли куда большему количеству пациентов Но это, скорее всего, уже слишком Мне кажется, одна Элиза ему не поможет Может, таких людей можно перенаправить на другой курс терапии? Например Ну, если мы не в силах помочь им Кажется, идея перевода на другие виды терапии была в наших планах Но не знаю, что с ней стало теперь Так, ребятушки, сейчас я приду, я кое-что забуду Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Да, я тебя понимаю Такие непростые клиенты могут напугать и им захочется помочь Но чтобы добиться успеха в деле прокси, нужно просто довериться ей Лизе Она сама все это сделает Знаю, отсутствие выбора может показаться странным, но такова реальность Иногда у тебя нет права выбора и тебе остается следовать указаниям На самом деле так обстоят дела почти со всей работой Это да, херовенько Иначе никак Ну да, иначе никак Мне казалось, что ему нужна помощь, причем немедленная Уж поверь, я понимаю, я сама кучу раз была прокси Когда люди пробивают на эмоции, очень трудно им не сопереживать Но именно поэтому Элиза и работает, она оценивает ситуацию с другого ракурса, с нейтральной позиции Тем более, если бы прокси начали высказывать свое мнение Ну, иначе как бы безобразием эту ситуацию было бы назвать сложно Да и о всем возможных проблемах с ответственностью забывать не стоит, по факту И все же я понимаю, прекрасно понимаю Этот сеанс был куда более бурным, чем обычно Может, отдохнешь, рассоберешься с мыслями? Ну там, чай выпьешь, кофе, дыхание переведешь Никто тебя не торопит А, ну... Хорошо, спасибо, Рэй Мне явно нужен перерыв Нора? Че за нора? Нора! А я нора назвал, ладно Как ты там? Могло быть и лучше Я наконец устроилась на работу Да, рада, что ты снова нашла работу Что за работа? Да простая работа в офисе А ты как? У нее все хорошо, да? Да, без проблем, давай Концерт? Ха-ха, ну давай Я и не знала, что ты выступаешь Именно поэтому тебе и надо прийти Так, окей Пассиан сразу как разложить Че происходит? Че? Хорошая статья А, с таким радиоведущим Хо, сейчас будет Вы можете говорить, что Лиза Это просто искусственный интеллект Что это не человек У нее нет души И все такое Но я скажу, что я поговорила с ней Несколько раз Возвращалась И теперь не лучше А не это ли главное? Писатели и журналисты Заинтересованы в пересечении Революционных технологий С обычной жизнью Окей Так Ооо Трехлетняя годовщина Кого-то там Это не столь важно Че, концерты, что ли? Ого Так Так А это че? Получается Переход? Че? Че это такое? Вспомни, что привело тебя сюда Путник И че? Ид Идсо Идсо И все? Ооо Вспомни, что привело тебя сюда Шарики Привели меня сюда Эх, единственный минус любого Чая Кофе И напитка Он заканчивается Одна коносяльнике Идсэс Так Не будешь? Блядь Ха Я че, все наскучила? Это что такое? Нихуя себе как это работает а это короче вы представляете раскладывание нихуевенько так а это надо по очереди раскладывать смысла смысле а почему как ведь не манаработа это ни хуя непонятно и а куда я в этом нихуя мана не понимаю честно я не понимаю я даже в обычном пауке по моему он паук называется на xp я нихуя не понимаю дняхуй ваша о подожди а это куда и откуда я знаю как это хуйня работает а я понял как это работает и чё а дальше я чё неправильно разложил ты серьезно ебать это получается ебануться как получается да а как а куда я положу я долбоёб а можно так ебануться хуй там са сэ ма сэ а по две одинаковых мы брать можем да я так понимаю что я проебался да 4 колоды надо расставить так а а ну-ка если have to play можно собирать одинаковые карты ходить ими вместе бла-бла-бла объединения свободные свободные ячейки о чём я никто не сказал давай по новой блять попробуем разобраться в этой хуйне блять так 4 свободных слота у нас да то есть то есть то есть ебать это сложно да навыки игрок игры в игре ух ебать я тупой так нет можно только так теперь по три можно только так только так так туп по две мы можем сделать да так подожди одно лишнюю карту брать можно зря я так сделал Нет. Да. Да. А куда этот знак? Сюда. 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 Подожди-ка, а как теперь можно перетасовать вот эту колоду? Сюда? Как это работает? Подожди, а можно... Нихуя. Можно только по карте. О, по карте. У нас всё в порядке. Снимаю своё платье. Ага. Блядь, ну не говорите, что я снова проебался. Это не смешно. Чего? Серьёзно? Это типа разложил? Или это хуи положил? А куда это всё исчезло? Или... Нет, оно исчезло. А, по четыре. Насколько же я тупорылый, а? Небо у меня в глазах троица. А вот это что за карта-то? Позади. Хлоп. А эту куда, блядь? Как же, блядь, сложно, слышите, ребят? Это пиздец. Это реально сложно. Сложно, потому что надо, во-первых, думать. Блядь, а если бы это было за время, это был бы пиздец. Пиздец. А может... Нельзя. Я не ту карту, наверное, положил, да? Туда, куда надо. Куда не надо, точнее, да? А куда мне это ложить? Мне даже... Мне даже некуда вот это ложить. Оно... Тупо должно быть там. Чё? Блядь. Я снова проебался, да? Так. Давайте думать. Так. Сюду. 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 Чем-то наебаловым попахивает где-то, да? Я чувствую. А где? Хуй знает. Красную убрать. Ну, уберём, допустим. Это не та карта. А эта какая? Эта. Ни хуя. Нельзя. Блядь. Как это работает? Ёбаный врод. По одной карте за 4 хода? Серьёзно? Ебанусь. По одной карте, да? Ну, допустим. А чё, мне по 4 можно сюда ложить? Колоду. А, то есть мы её закрыли, да? Колоду. Эту колоду закрыли, да? Но не факт. Так, подожди. А 4 колоды на... В смысле? Ээээ, почему они закрыты сюда? Почему? что за пиздецом она я не понимать как это работать моноте я тема нятя тютя по тютя как это работает о блять а чё я не видел что это хуйня здесь блять титима тютя титима тити если надо к нам приходите я слепой я слепой мой городовой если что приходи со мной ну чё и положилась хоп и чё собрали колодку мягкую пилотку блять и чё чё мы должны радоваться чему потому что мы нихуя ничего не собрали или собрали хоп 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 блять ебать это сложно хлоп 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 первая победа блять первая победа блять и чё а дальше и я ничего все тренировка экипировка так подожди это ну да пассианс я китайский блять чат об кончат так ну чё немного откликлись от игры возвращаемся в мир элизы время следующего сеанса надеюсь в этот раз все пройдет спокойнее я тоже надеюсь опана девка привет майя с возвращением на улице льет да да я надела свой огромный дождевик благо обещали что позже погода прояснится и и ну 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 я не знаю сегодня огромным дождевиком привлекать внимание для кого кул 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 крут крут эм что же вас привелось к нам сегодня майя у меня отшалят нервы у меня с этим проблему короче она идет по карьерной лестнице все еще ощущают будто она на первой лестнице мы говорили об этом наверное не стоит заводить эту тему опять ну так или иначе будет конференция что-то вроде медийной личности бла 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 я и так со своей интровертостью не в восторге но меня еще пригласили на какую-то блять вечеринку по идее сначала будет ужина после него вечеринка не совсем уверена как это все устроено ну суть в том что там будет куча знаменитых и важных людей блять как можно сказать тем кем я восхищаюсь люди с огромным количеством последователей как в интернете так и в жизни все дела и все такое и что вы же чувствуете по этому поводу я не понимаю почему меня пригласили я пустое место ничего себе не представляющее дерьмо у меня нет ни шоу которые все смотрят ни коллекции ни комиксов короче народ если кто-то не знает объясняю не смейтесь но реально интроверты или как их называют они огораждаются от всего и у них нет практически никаких увлечений это люди как сказать без интересов не читают не смотрят не они просто существуют не они все конечно интроверты без увлечений ну или люди которые не хотят рассказывать о своих увлечениях то есть примерно так ну примерно я могу ошибаться но в любом случае короче она не любит быть в центре внимания у нее нет интересов у этой очкастой замкнутой девушки не дури я не хотел так сказать потому что раз она поднимается по карьерной лестнице она не дура вот такая вот хуйня я конечно пыталась сделать что-то подобное там типа увлечения но никому не было до этого дела всем насрать у меня нет фанатов подписчиков я даже не знаю если у меня друзья именно настоящие друзья я пыталась пытаюсь я выкладываю свое творчество активно веду аккаунты в соцсетях часто делаю посты как все советуют ну такие дела я все еще в чистилище жду когда меня кто-то блять найдет ну знаете такое чувство будто пригласили на эту вечеринку только ради того чтобы поржать надо мной чтобы показать насколько все остальные люди успешные а я типа кусочек дерьма ну типа с одной стороны ее можно понять она замкнутый ее приглашают на вечеринку где она действительно ничего не значит и конечно у нее будет ощущение будто все угорают все будут в толпе там рассказывать о своих увлечениях а она будет среди них такая ну как типа на фоне обидно конечно с одной стороны я эту маю могу понять но я понимаю что мне стоит сходить познакомиться с новыми людьми обрести связи и все такое ваша цель познакомиться с людьми и обрести связи нефига крутой трек пошел ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту короче пипла расскажу вам о моей лице хитки она замкнутый человечек не ищущий каких-то противоречий она замкнутый человек у нее четыре глаза вовек она хочет заниматься нетворкингом у нее нет увлечений вот такая вот тема это нарушило ее нервную систему ты не поймешь пока не хлебнешь а эти люди ну ты понял да колючие словно иголки они в этой жизни не знаю толку а мне этот трек заходит неспроста я играю в элизу играешь и ты ты играешь и смотришь читаешь и вникаешь а я просто осознаваешь что происходит во время моего стрима ты наверное хотел эфира давай выпей со мной наберись сил дружок с тобой казуку фэмили иди съешь пирожок но знаешь что еще могу я тебе сказать продолжаем играть твою мать ха 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 четкий трек ебанул я вообще без понятия что это значит но типа рэп от казуку фэмили ну да рыбчина от казуку фэмили опять снова да пойду в рэпера и пусть меня научат йоу йоу мазафака хип-хоп честный хип-хоп всем привет меня зовут майя я рисую комиксы и арты не осознавая а также пишу всякое у меня есть куча персонажей и идей в придачу эм не хотите ли вы мне дать сдачу я вам что нибудь сделаю на этот манер а может быть зачитаю какой то мем ладно шучу конечно ну примерно как то так короче ааааа ладно проехали короче она не знает чё делать привет я крутая любите меня ха ха любите меня любите меня возьмите на работу ха 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 я надеюсь я им понравлюсь она короче не уверена в себе она не чувствует себя пиздатой а вот мы мы то с вами по другому мы чувствуем себя пиздатами почему? потому что мы здесь почему? потому что мы в процессе такого кайфа а ты подписывайся на казоку фэмили ха 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 надеюсь тролль мем все поняли ммм надеюсь в моей шутке никто не рвёт педали так я тоже на это надеюсь майя что на меня тоже точнее я произведу хорошее впечатление сидя на этом стриме разговариваю с тобой озвучиваю, для казуку фэмили но меня захейтит как и всегда ну а я все равно делаю я так все считаю процесс игры для нас с тобой да 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 хотя с моей удачей я наверняка облажаюсь да я согласен Но я уже привык облажаться Так, навернусь в котелок с фондю Или меня стошнит Прямо этот котелок с фондю, да? Да, забавная ситуация Не знаю, будет ли там фондю, а я так для примера Я вполне способен такое выкинуть Кажется, вы немного взволнованы, вам страшно? Ну да, я в ужасе Что если внезапно вспомнишь, что я неудачница Что я не заслужу пить их выпивку, дышать их кислородом Рано или поздно кто-нибудь да сообразит, что я недостаточно крутая для всей этой вечеринки Может, прямо в лицо они грубить не будут? Я, например, похлоп... Например, похлопают меня по плечу Прошу прощения, мисс Я вот заметил, что вы просто отвратительные И никуда не ходитесь Не годитесь Ха-ха-ха, боже Разумеется, это во мне тревожность говорить именно так, конечно, никто не скажет Но вот намекнуть на это вполне могут Что ж, Майя, представьте, что у вас все хорошо Хорошо, как вы себя это представляете? Че? Эээ, подожди Куда пошла? Так Ну, например, если люди мной заинтересуются Или кто-нибудь поможет мне с моей карьерой И, может быть, кто-нибудь из них станет моим другом Я хочу, чтобы мое творчество заметили Но я еще хочу друзей Классных друзей Ничего сверхъестественного Я вообще нормально хотеть такое Надеюсь, что да Я хочу быть частью команды И мы любим друг друга И поддерживаем друг друга И, может быть, что я делаю Не будет так хорошо, как что они делают Но я надеюсь, что они увидят моё работе И увидят меня И мы будем любить и поддерживать друг друга И, может быть, мое творчество Не будет настолько же хорошим, как их Но я надеюсь, что они увидят мою работу И увидят меня Вот чего я хочу Так, что, по-вашему мнению, необходимо, чтобы добиться Этого идеального развития событий? Ну, наверное, мне нужно быть другим человеком Кем-то крутым, завораживающим, несколько загадочным, а не вот этой костлявой неврастеничкой? Хм... Кем-то со стилем, грацией, самообладанием Кем-то, кто может быть зайти в комнату и всё внимание переключилось бы на него... Боже, хотела я быть такой Но только когда мне это было бы нужно, потому что иногда не хочу, чтобы на меня вообще кто-нибудь обращал внимание Хм... Но у неё есть мозги Знаю, сама себе противоречиваю Сорян Итак, Майя, у вас есть парочка рекомендаций Окей, Майя, у меня есть какие-то рекомендации для вас Для управления стрессом? А ну-ка, блядь! А ну-ка, блядь, ребятушки! У нас есть упражнения в игре для управления стрессом, погнали! Прежде всего, я буду предложить стресс-менеджмент-эксерсисы для вас Ну? В смысле? Я думал в игре, в приложении, да? Вы найдёте их в Мискандо Уэльнеса, на телефоне Ну, разработчики, ну дали бы их лайфхак, а? Как управлять своим стрессом? Спасибо Они помогут с вашими нервами Реальную рекомендацию играть дать может, блядь? Опять Лекарство Литозинол 2 Тиэм Классная подъёбочка Эту лекарство должно вам помочь Да, блядь! Я случайно переключаюсь, блядь, на это Согласно моему анализу, это лекарство должно вам помочь Таблетки Класс! Буду принимать Так, вам придёт уведомление посетить нас снова через несколько недель Эй Разумеется А вот я сама могу и не прийти Почему? Спасибо, Майя Спасибо, Майя Она, походу, не придёт Эээ, возвращайтесь Да-да-да, не говорите это постоянно Да-да, по-моему, вы говорите это постоянно Спасибо за беседу, вашим персональным бла-бла-бла Спасибо за поговорить с Элиза, вашим персональным партнером Блин, да я б на её месте уже давно сошёл с ума Когда люди бы, ну, грубо говоря, через, из-за этой программы Слали её нахуй Ну, главную героину До встречи Увидимся över Блага Начинаем До встречи Так, нам дали 5 долларов, ебать, это же так много, мы достигли третьего левеля, левеля, и что дальше, глава вторая, что хочет Этерея сказать, ну как сказать, вы тоже за этим следили? Я переживала, что тебе попадет клиент такой же, ну ты понимаешь, так, спасибо Рэй, понятно, спасибо Рэй, спасибо Рэй, спасибо Рэй, ну как сказать, наверное, да, так, да, Капец Именно поэтому ты и осваиваешься быстрее большинства новых прокси Они говорят, если бы только можно было говорить с ними по-настоящему, если бы только можно было говорить то, что хочется Я очень слышу часто подобное А вы хотели отклониться от сценария? Это не входит в обязанности Я довольно быстро научилась игнорировать такие мысли, полезно умение однако Люди слишком себя переоценивают Ты когда-нибудь разговаривала с кем-то в своих мыслях, думая, что здорово с тобой ладит, а на деле все было не так хорошо? Ну да, у всех такое было Вот и тут так же Люди думают, что могут строить из себя психотерапевты Если опираться на одни лишь фильмы, то это дело кажется простым Ну, ни один фильм не даст нормальную психо... А, ну если документальный фильм, то маловероятно Ну знаешь, тебе платят за то, что ты сидишь на месте с блокнотом и иногда бормочешь понятно или... Да, походу большинство психотерапевтов походу так и делают А на самом деле в этом деле очень важно активное слушание Куда легче просто расслабиться и позволить Элизе делать свое дело? Все предельно просто, просто следуй данному сценарию Идея, что компьютеры дают нам указания в каком-то смысле неприятно Да и люди, которые нас критикуют, называют все это дело антиутопией Но на самом деле это технология, инструмент Угу, спасибо Сейчас много кто записывается? Но она уже говорила, возросло Но она уже говорила, возросла Мы были в прессе лет назад, поэтому это может быть так Хм... Это может быть, что это новенькие резолюции, тоже Люди приходят сюда, хотят рассмотреть их жизни в первую очередь и для всех Ага, принцип Новый год, Новый я, люди приходят сюда желая наконец разрешить все свои проблемы Понятно В этом году я уж точно разберусь со всем, что меня гложет Я понимаю, я понимаю, я сама таким грешу И я тоже Угу Следуя сценарию и поднимешься по карьерной лестнице Понятно Спасибо Так В этом году я уж точно разберусь со всем, что меня гложет Меня посещали такие мысли Уже три года как посещают Хм... Красивенько Однако, да? Я даже, наверное... Скриншотик сделаю Да, Нора, давно не виделись Профессион Прошло три года Да, почти три года Короче, сейчас банальщина поет, да? Пролетело время Занятия Но ты не рассказал мне, что новая работа Да, она хочет узнать, где мы работаем Ого, это все глава первая Но я думаю, может быть, мы успеем за сегодняшний стрим главу первую пройти Я сейчас тоже ребятушки отлучусь Парусек, парусек Парусек Продолжение следует... 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 Ладно Да Всё, я совсем выдохлась Ха, переписаться с кем-то так сложно Ну, иногда да Видимо Чего? О, мы можем рассмотреться в хате Так, подожди-ка Колледж Ну Да ёб твою мать Так, подожди, картину Ну, бывает И чё, всё? Подожди, комп И чё, реально всё? А, она тоже программист Писать код Бывает Времена меняются Всё меняется Времена тоже Жиза Ну, пошли Да ё-моё Спать О, глава вторая Понятно Онэминт 2.0 Переворот в области благополучия Чё тут? Это у нас уже среда Услуги психотерапии Понятно Обратно реклама Зашёл сегодня В книжный Магус Какой-то чел Ну, круто, что Какой-то чел Да? Так Окей Это понятно Наверное, именно поэтому Сорен добился Успеха А я нет Форум уже начался В натуре Ух ты, блин Ну, прикольно У него всё оформлено Однако Я скажу Так Ха Заявление Это он сейчас про Элису будет говорить? Да Ага Всевозможные данные вероятную ценность вы создаете модель психологического состояния клиента этот метод работает и Лиза до сих пор является самым лучшим продвинутым для этого инструментом но это лишь личное мнение был главным психологом отдела разработки Лизы в Скандха а так это он создал этот Сорен и Лизу что ли в натуре что ли Сорен офигеть и какие два недостатка данные вы полностью зависимы от них collect as much as you can sure but it's important to keep in mind that you can have all the data in the world and still not understand why things work the way they do and that's important for us to know because if we have something that works but we're not sure why then what do we actually understand about ourselves the crucial step after data is the model the data needs to be used to validate a model if you can't make a model you're finished данные должны сверяться с установленной моделью а если вы не можете создать модель то все дело бесполезно полагаю что создать и продавать продукт не обязательно понимать как он работает ну тут логично но нет смысла отрицать что зная все как работает можно улучшить усовершенствовать ну в принципе да я с ним согласен тема моделирования например а они все делают на свой страх и риск многие из вас уже знают, но, по крайней мере, я был профессор психологии before I joined the tech world I'm continually stunned at how little the tech heads know or even care about the hundreds of years of психological research that has gone on in my field that's something I can talk about at length perhaps another time for now I'll move on to the other weakness I mentioned this is the real one the big one it's treatment лечение a system like Eliza can tell what's wrong with a client to a certain level of accuracy but it doesn't quite know how to turn that into a comprehensive treatment plan то есть она определяет проблему у Лиза, но не пытается решить эту проблему, да? it can suggest therapeutic programs and activities and soon it might even issue its own prescription without having to go to a doctor or a psychiatrist а, сама выписывает лекарства без участия врачей и психиатров? угу well, as long as the FDA continues to look at my state but those are blunt instruments compared to what I'm going to talk about next well many of you know there's a technology still in its infancy called direct stimulation direct stimulation for those of you who haven't heard of it direct stimulation is a way of creating sensations within the brain with targeted electrical impulses imagine an augmented reality headset but instead of working on your eyes it stimulates the brain a spring meadow for example this sounds fantastical, I know but progress on this technique has been occurring faster than you think how is that possible? well first of all we only suggest an overall feeling your own brain does most of the work just as it does in your dreams it fills in all of the visual details using its own set of memories and expectations no induced dreams via direct stimulation can contain all the therapeutic content of VR therapy without the need to create realistic graphics or other content instead it harnesses the brain's creative power to dream up the situation for itself most? combine that with the insights we gain from parametric therapy systems like Eliza and you have a complete end-to-end fully automated system it should be clear now that this heralds a revolution in how we treat how we think about mental health challenges on the rise across the globe it could become a more crucial time so that's why today right here I'm announcing Aponia a new company to make induced dreaming a reality and end the human suffering as we are AHAA цель которой будет воплощение идеи искусственно вызванных снов в реале реальность тем самым положив конец человеческим страданиям I should note that I remain on good terms with Skanda in fact they're minority investor in this new venture but still I'm very much going my own way on this полностью самостоятельный проект but it's no secret that Reiner and I don't always agree and that's why we mutually decided I should pursue this paradigm shift on my own As for details on the venture itself I don't have anything specific to announce at this time other than that the technology is real and working in prototype form already but you can be sure to hear more from me on that soon I-as-no Thank you I figured Now I can take a very limited number of audience questions I hope I hope we will see what ... ... ... ... ... ... Рейнер Нифига себе, чувак Так, ну чё, я думаю, на этом, в принципе, можно будет завершиться Так что сейчас вернёмся в начальный экран Да Ну что, ребятушки, надеюсь, вам понравилось это прохождение первой главы Элиза Вторую мы начнём уже в другой раз В принципе, впечатления у меня об игре необычные Нормальная, в принципе, новелла с элементами фантастики будущего Это всё-таки будущее Вот А всем спасибо, что смотрели Мы пытались играть, комментировать, думать, прикалываться В принципе, рассуждать Как же без этого Ну, а всем спасибо за внимание С вами был Казуку Фэмэри, ребятушки Всем до новых игр Всего интересного И всем до встречи А всем всего до скорого С вами был Элиза Ну, игра Элиза И, конечно же, Казуку Фэмэри Всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok